Сильные штормы и сложная ледовая обстановка на Сахалине почти на месяц сдвинули начало промысла на Ваге, но рыбаки все равно обещают рекордный улов. Как они справляются со сложными погодными условиями, узнала Екатерина Якунова. Рыболовецкие сейнеры заходят в порт Паранайска уже в сумерках, идут медленно. По самые кромки бортов полны рыбой. Капитан МРС-378 Илья Болдырев доволен. Это первый настоящий улов в этом году. Рыба немножко задержалась. Вот сегодня нормально. Где-то тонн 45. В трюме 30 тонн и остальное на палубе. На разгрузку к причальной стенке подходят сразу два судна. На добычу на Ваге сейнеры выходят парами. Когда удается обнаружить косяк, между кораблями спускают трал и начинают лов. Для такой работы нужно спокойное море. Сильный ветер, а в начале января он не стихал, серьезная помеха. Можно сказать, что этот год начался для нас очень тяжко, тяжеловато. То сначала были морозы, ветра, пароходы не могли пройти до района промысла. Потом погода у нас поменялась на более теплую. Появилась рыба, не можем ее заморозить в таких объемах. Обычно уловы сейнеров отгружают на специальные морозильные площадки. По сути, рассыпают на естественный лед. И навага замерзает, что называется, сама, без участия рабочих и затрат на электроэнергию. Сейчас же при температуре минус 5, чтобы рыба как следует промерзла, ее ворошат и днем, и ночью. Времени на заморозку требуется больше. У нас две ледовые площадки, это порядка 150 тонн суточной морозки на ледовых площадках. Плюс камбль, плюс цех обработки. На площадке будем сыпать и в цех. Замороженную рыбу фасуют в мешки и развозят по Сахалину. Килограмм наваги в розничной продаже сейчас стоит от 80 до 100 рублей. Ведь эта рыба на острове входит в список продуктов, на которые устанавливают социальные цены. Но большую часть наважьего улова отправят на материк. Традиционно у нас рыбу приобретают предприятия Хабаровского края, Амурской области, Приморские предприятия. Рыба фургонами доставляется с паромной переправой на материк. Объемы в этом году у нас такие 5000 тонн наваги по восточно-сахалинской подзоне и 1300 тонн наваги западно-сахалинской подзоны. Поэтому такой объем для жителей Сахалинской области абсолютно не нужен. Квоту почти в 6500 тонн сахалинские рыбаки, если не подведет погода, должны закрыть за несколько недель. Обычно к середине февраля у берегов Сахалина встает крепкий лед. И малый флот отправляют на долгую стоянку. Екатерина Якунова, Юрий Рыжов, Вести, Сахалин.